Деревья с вековой продолжительностью жизни посадили северодвинцы на набережной реки Паранихи. Во второй раз там прошла акция «Посади семейное дерево». Лопатами, водой и заботой вооружились 30 семей. У каждой из них теперь есть фамильное дерево. Этим маленьким саженцам лиственницы всего два года. Семье Сумароковых пообещали, их семейное дерево будет расти до 120 лет. Так что о своем колючем питомце может заботиться не одно поколение. Вера Сумарокова подарила новую жизнь своей лиственнице в свой день рождения. Это очень интересно. Я очень рада, что мы садим дерево именно вот в этот день. На набережной реки Паранихи собрались 30 северодвинских семей. Благодаря их труду здесь появятся две аллеи именных деревьев – кедров и лиственниц. Молодые саженцы горожане приобрели в кедровом питомнике. Рабочие инструменты предоставила организация РСОД. Проведать своих растительных любимцев пришли и участники акции прошлого года. Те, кто посадили осенью, они уже все пришли, посмотрели, уже травку убрали, уже с бутылочками воды пришли полить свои деревья. Они будут поливать их в течение лета, они будут следить, ухаживать за ними. То есть эти деревья не одноразовые, они будут расти. И со временем город станет действительно красивым, уютным и зеленым. Это здорово. А вот Анталия Похорочина не досчиталась одного саженца кедра. К сожалению, некоторых северодвинцев не останавливает даже баннер с фамилией вокруг посадки. Когда мы приехали, то обнаружили вместо трех посаженных всего два. У кого-то выкопали все три. То есть, ну, я думаю, что это очень неприятно. Обидно, конечно, в первую очередь детям, потому что они в этом во всем принимали участие. Но очень жаль, что так получилось. Но сегодня вот мы досадили. В этом году к акции впервые присоединилась и северодвинское лесничество. Ведь вырастет ли дерево крепким и сильным, зависит от правильной посадки необходимого ухода. Моя задача здесь – показать, как правильно посадить дерево, чтобы оно у нас прекрасно прижилось в наших суровых условиях. Очень даже внимательно прислушивается к нашим рекомендациям и хорошо у них получается. Очень приятно, что все пришли с детьми. На смену старым тополям вскоре придут эти пока юные саженцы кедров и лиственниц. Тогда ущерба от повальных великанов станет меньше, надеются организаторы. А тем, кому необходимы эти хвойные, здесь советуют не вырывать, а обратиться в кедровый питомник. Ведь цена саженца совсем небольшая, да и средства направят на создание аллеи памяти героям Великой Отечественной войны. Марина Хохлова, Семен Сумигулин, Вестник, Северодвинска.